итак при первом запуске 3d max приветствует нам нас окошком собственно говоря приветствия которая содержит как вы видите красивый ролик дальше нам объясняют что вы оказывается запустили 3d max и у него бывает интерфейс также есть мышка ну кстати прописаны основные методы управления мышкой вот и здесь расположение различных управляющих элементов нам продемонстрировано дальше есть библиотека так называемых эссетов предустановленных настроек который можно использовать но опять таки объясняет что в 3d max в интерфейсе 3d max возможны изменения при загрузке дополнительных модулей и в последнем элементе содержится справочная информация сразу оговорюсь это все доступно при наличии глобальной сети интернет если у нас сеть интернет отключена смело вставим галочку не показывать это окошечко больше никогда и закрываем данное окно приветствия если же вам необходимо будет его вызвать еще раз оно находится в пункте меню help помощь welcome screen окно приветствия 3d max как вы можете наблюдать с левой верхней части интерфейса исчезла панель быстрого доступа но часть элементов переместилась вправо где у нас есть возможность зайти под учетной записью автодеск свой аккаунт и профиль купить какие-то дополнительные возможности и возможность работы с установкой лицензии чуть дальше есть набор предустановленных уже интерфейсов такие как умолчание дизайн основной дополнительный так далее также мы можем создавать свои виды настроек интерфейса и пользоваться ими в дальнейшем значит выпадающее меню верхнее опять таки содержит стандартные для большинства программных продуктов пункты меню например в пункте меню файл кроме того что мы можем открыть закрыть посмотреть недавно использованы было выси вынесена команда view image файл данная команда позволяет загружать изображение и просматривать эти изображения в 3d max и раньше данная команда чем-то находилась в меню рендеринг значит теперь она находится в пункте меню файл экспорт импорт и так далее значит свойства файла и выход из программы это все стандартный элемент дальше пункт меню редактирования опять-таки содержит команды вперед назад удаление перемещение масштабирование выделение и так далее то есть основные команды при работе но также они на основную панель выведены так называемый main toolbar это основная панель на который выведен те же команды вперед назад редактирование то есть выбора перемещение вращение масштабирование и работы с привязками то есть все основные команды они в общем-то дублирована несколько раз пункт меню тулс содержит ряд вспомогательных команд редактирования также ряд кнопок вызывающих панель например ска сцены explorer исследователь сцены которые вот находится в левом в левой части экрана и позволяет нам сразу же видите если у нас какие-то объекты есть вот пункт меню создания мы создаем допустим объект который называется бокс вот этот объект бокс сразу отображается в исследователи в обозревателе сцены если мы создадим другой тип объекта который называется например сфера значит вот и сфера здесь предоставлен то есть новые объекты которые мы создаем с пункт с помощью пункта меню крейт они прописываются по типу называемого объекта дальше ставится порядковый номер 0102 и так далее для того чтобы мы могли каким-то образом их различать с помощью исследования обозревателя сцен мы можем выделять один или несколько объектов удалять один или несколько объектов в общем то мы можем фильтровать по названием по типам объектов вот здесь представлено в 3d max и можно создавать различные объекты как объекты стандартные расширенные примитивы там в общем то они трехмерные так и плоские объекты какие-то вот нурбс объекты линии сплайн так далее и тому подобное пункт меню групп содержит возможность группировки объектов пункт меню view позволяет управлять различными элементами графического интерфейса например есть так называемый видовой куб он расположен в верхнем правом углу каждого видового экрана вот видовой куб значит если мы туда щелкнем значит можно увидеть конфигурацию то есть настройки видового куба если мы возьмем мышкой возьмемся за видовой куб то можно осуществлять вращение видового экрана относительно объектов которые находятся в сцене документ 3d max называется сцена то есть соответственно все работы с документом они называются работами со сценой вот значит ну и ряд других управляющих элементов которые позволяют упростить работу значит пункт меню create создает создание новых документов здесь у нас по различным элементам по различным библиотекам разложены элементы а также соответственные подписи ну мы можем взять и вытянуть любую из библиотек взявшись за верхнюю грань вот и сделать таким образом можно плавающую палитру которая будет содержать команды из нужной библиотеки нам с вами и располагать эту палитру можно будет в общем то там где это необходимо вот таким образом можно использовать каждый пункт меню в качестве палитры элементов кроме того команды создания объектов они же продублированы на командной панели которая расположена справа эта часть интерфейса называется команд панель ее тоже можно вытащить она тоже может представить в виде плавающей палитры и соответственно мы можем ее где-то располагать там где нам с вами это необходимо значит и первый пункт он дублирует пункт меню create вот он вот же он и здесь вот есть опять таки библиотеки которые присутствовали в пункте меню create здесь чаще всего работа осуществляется именно с командной панелью а не с пунктом меню create потому что это кажется немножко более удобным также командную панель можно вот таким вот образом на два элемента значит растащить для того чтобы отображались все управляющие элементы которые не вписываются в одну колонку также она может прокручиваться сверху вниз мышкой если это необходимо для того чтобы какие-то части скрытые которые не помещаются могли быть отображены она содержит вкладки которые можно сворачивать и разворачивать также эти вкладки можно менять местами случае необходимости таким образом каким вы посчитаете нужным при работе вот значит ну пункт меню модификаторы это команды изменения геометрии то есть грубо говоря это команды редактирования значит этот пункт меню он дублируется второй вкладкой напали на командной панели он тоже называется модифай модификаторы все команды которые там присутствуют их можно вот таким вот образом выбирать и если это необходимо можно пользоваться контекстным поиском то есть например команду ищем идит что-то там нажимаем первые несколько букв на клавиатуре для например и иди и находятся первые в списке команды редактирования на те элементы на те буквы которые мы нажали далее идут палитры работы с анимацией редакторы графиков пункт меню визуализация так далее и тому подобное ну и пункт настройки интерфейса называется кастомайз здесь мы с вами можем настраивать пользовательский интерфейс и системы измерения значит скриптинг содержит пункты меню для управления под программками которые называются макс крипта также возможности по их редактированию написанию запуску и отладки контент позволяет перейти на сайт автодеск и посмотреть на так называемую asset library которая содержит дополнение которое вы можете приобрести или загрузить совершенно бесплатно как мы с вами можем увидеть здесь и бесплатных приложений достаточное количество присутствует и пункт меню помощь который содержит ссылки на интерактивную справку на сайте автодеск также окно приветствия обычный тип исправок ну и сведения о программном продукте в том числе ну и сайтах на которых вы можете узнать обновлениях вот например о программном продукте 3d max значит под основным тулбаром то есть главной панелью располагается лента вкладок так называемая складка с складками которые содержат массу команд по редактированию и выбору объектов они так и называются моделирование свободной формой искажение свободной формы выбор object paint populate так далее и тому подобное то есть это для работы с анимированными персонажами анимации персонажами например на эту ленту можно опять таки по вкусу настраивать или в общем то не использовать если она вам не нужна без необходимости по центру у нас располагается четыре видовых экрана каждый видовой экран подписан в левом верхнем углу например топ фронт перспектива лф то есть вид сверху вид спереди вид слева и вид из перспективы щелкнув на это название вы можете раскрыть панель на которой выбрать другой тип для отображения в этом видовом окне также подписаны горячие клавиши для вызова данного вида видовом окне плюсик который здесь вот находится позволяет дополнительно настраивать например вот есть функция шоу grid который позволяет показать отобразить или отключить отображение сеточки например на вот вид отображения элементов например шоу статистик позволяет вывести статистику чтобы увидели сколько элементов данный момент присутствует на сцене то есть нашем документе также есть возможность дезактивировать видовой экран например типы отображения различные переключаясь между ними можно получить разные варианты отображения информации в графическом окне вернем в более-менее нормальный вид данная данное отображение значит посмотрите здесь вот есть такая вот панель которая позволяет выбрать количество видовых экранов и их расположение например можно выбрать один видовый экран можно выбрать три видовых экрана которые будут располагаться вот таким вот образом можно выбрать ну стандартный вернем расположение четырех видовых экранах значит больше или меньше можно делать то или иное видовое окно просто перетягивая грани мышки а мышкой грани вернее или попав на перекрестие этих четырех видовых экранов и перетягивать так как вам это необходимо снизу располагается временная шкала с головкой которая может быть установлена на определенный кадр по умолчанию здесь содержится 100 кадров вот значит под временной шкалой расположена строка состояния ну элемент max script который позволяет отображать работу и разные команды задавать различные кнопочки здесь вот например кнопка изоляции кнопка переключения на относительные абсолютные координаты и вот по осям xyz отображение координат если мышкой мы вводим и ничего не активно то это отображение координат курсора в данный момент происходит например так ну и показано деление сетки грит равно данном случае 10 сантиметров то есть это сетка ячейки сетки они показывают они сейчас равняются 10 сантиметрами чуть дальше расположен элемент управления анимацией то есть вот эта кнопка запуска анимации вперед назад то есть тоже что находятся в обычных плеерах и вот эти вот элементы которые позволяют например настраивать анимацию ну или отображение а вот кнопочка которая позволяет настраивать анимацию конфигуры конфигурирует временную шкалу вот чуть дальше расположена панель работы с видовым окном с текущим видовым окном например самая нижняя кнопка позволяет максимизировать на весь экран видовое окно это же команда вот здесь у нее есть подпись горячей клавиши alt w то есть вы можете максимизировать с помощью горячих клавиш с помощью вот этого плюсика в левом верхнем углу или с помощью вот этой вот кнопочкой кнопочки также орбита для вращения инструмент лапка которая позволяет перемещаться влево вправо вверх вниз инструмент который позволяет с помощью панорамирования приближать объект к объектам и отдаляться от объектов инструменты масштабирования инструменты масштабирования в пределах всех окон или в пределах одного окна значит то есть есть различные варианты для того чтобы работать чаще всего работа осуществляется горячими клавишами они этими кнопочками то есть в будущем скорее всего вы не будете использовать эти кнопочки потому что удобнее работать именно горячими клавишами вот вкратце и кстати говоря здесь кнопочка которая отображает например лентой вкладок например отображает или закрывает обозреватель значит обозреватель мы можем вытащить и временно закрыть ну и вот эту панель тоже мы ее вытащим и закроем которая конфигурирует возможности по количеству и типу видовых окон вот и в случае необходимости всегда можно открыть эту панель следователя сцены обозревателя сцены с помощью этой кнопочки на клавиатуре в общем то здесь несколько кнопочек они очень похожи обозреватель слоев и обозреватель сцены не очень похожи содержит примерно одинаковые возможности вот ну и соответственно редактор кривых ну и кнопки которые отвечают за визуализацию и настройкой визуализации вот ну обзор интерфейса программного продукта практически завершён единственное что можно я не успел рассказать это подробности по поводу командной панели значит объекту в 3d maxi можно назначать имя какое-то и цвет из цветовой палитры сразу же вот если мы с вами перейдем на вкладку модификатор то есть редактирование данного объекта здесь можно менять параметры того объекта с которым мы с вами работаем значит вот этот элемент называется стек модификаторов который содержит команды редактирования также так называемые дерево построение если у нас с вами есть несколько каких-то модификаторов значит соответственно они будут один на другой накладываться здесь и мы можем их отключать включать и работать с ними под стеком модификаторов располагается управляющий элементик вот такой и вот тут вот меню стека модификаторов который позволяет удалять или каким-то образом редактировать вот ну теперь пожалуй обзор интерфейса программного продукта 3d max завершён благодарю за внимание